Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава Евангелия от Марка Я читаю свой собственный перевод для библейского портала экзегет Ну вот в конце пятой воскрешения девочки Это такой вроде бы не просто эпизод, а какой-то переломный момент в истории исцеления Потому что воскрешения еще не было И казалось бы, вот это момент, когда все должны признать, по крайней мере, некоторую силу за Иисусом Я не говорю о большем, но хотя бы то, что он способен делать такие вещи И вдруг оттуда они ушли и вернулись его родные края За ним следовали его ученики Разве не лучше было остаться там, где совершилось такое чудо Где, очевидно, люди были бы просто благодарны за то, что девочка из их селения была мертва и ожила И, наверное, захотели бы стать его учениками Более того, наступила суббота, он стал учить в синагоге И многие из слышавших поражались и говорили Откуда это у него? Что это за мудрость ему дана? Ведь какие силы исходят от его рук? Он же просто плотник, сын Марии, брат Иакова, Иосета, Иуда и Симона, да и сестры его здесь среди нас Вот что мешало им его принять То есть Иисус уходит к тем, кто не готов его принять Вот ровно в тот момент, когда у него на руках все кузыры Более того, Иисус сказал им, если где и не чтут пророка, то только в родном краю, среди сородичей, в собственном доме Зачем туда пошел? Он никак не мог явить там свою силу, разве что исцелил нескольких больных, возложив на них руки Он удивлялся их, не веря, а сам ходил по деревням и учил людей Не мог сотворить чудеса, что он обессилел от того, что они не верили в него Его способность творить чудеса целиком и полностью зависит от их веры Вот странное, вот все описание странное, да, то есть он как будто специально прячется Может быть, это попытка даже с нашей стороны понять, а почему он запрещает рассказывать о себе Когда он что-то творит, да, такое удивительное Мне кажется, ответ очень прост, он не хочет насиловать людей чудом Вот если происходит что-то совершенно немыслимое, в частности, воскрешение мертвого, тем более ребенка Ребенка всегда жальче Ну, как-то так устроен человек, да, вот благотворительные фонды хорошо знают На детей собирать легко, на взрослых гораздо труднее, хотя им не тоже нуждаются в лечении, да И вот, казалось бы, все козыри на руках, да, есть возможность всех убедить, а он не хочет То есть он не хочет быть таким, знаете, циркачом-фокусником, который творит удивительные вещи, и люди ему рукоплещут, восхищаются только за эти фокусы Он хочет, чтобы принимали учения, и там, где его не принимают, там и чудеса не происходят Ну, разве что некоторых он исцелил, возложив на них руки, это уже так мелочь после воскрешения Кстати, еще важный вопрос, на который у меня нет ответа Брат Якова и Осет, Иуда, Симона и сестры его здесь Ну, понятно, к чему они это говорят, что он же один из нас Пророк, он откуда-то издалека должен быть какой-то особый человек из каких-то дальних земель А вот мы его помним маленьким, там, помним, как он, в общем, жил самой обычной жизнью среди нас Неужели он, пророк, этого не бывает? Ну, кто эти братья и сестры? Ну, вот здесь традиции расходятся Православные католики считают их, как правило, детьми Иосифа от первого брака То есть, что Мария вышла замуж за Иосифа, когда он овдовил, да, и уже был человеком возраста У него были дети от первого брака, соответственно, они братья и сестры Иисуса Иногда говорят двоюродные и троюродные, потому что это слово может обозначать ближний круг Не просто детей того же отца и той же матери Ну, среди протестантов распространено, не скажу все, но большинство считают, что это дети Которые родились у Иосифа и Марии после Иисуса В Евангелии об этом ничего нету Здесь уже интерпретация последующей традиции Если католики и православные ждут Марию присно девой То, естественно, она не рожала никаких детей уже больше Но интересно, что евангелисту и Марку, да и прочим евангелистам, которые тоже их упоминают Это не очень интересно То есть, важно не какие-то подробности рассказать о семейной истории Важно показать, как это работает Что проповедь бывает неубедительна, особенно там, где хорошо его знают Потому что для них он просто сосед, давний знакомый, но не более А что он? Он призвал двенадцать, те, кого мы сегодня называем апостолы И стал посылать их к людям подвое, наделяя способностью изгонять нечистых духов То есть, его не принимают, а апостолов примут Потому что их не знают, что ли? Они не обязательно вот из Назарета, например, да, не из каких-то других, может быть, местных А может быть, опять-таки, он не настаивает на своем авторитете Вот как часто люди настаивают Я вот, у меня все права есть, я вот такой важный, значимый Нет, не хотите меня принимать? Да не надо Важно, чтобы вы приняли весть И он отправляет апостолов Подвое, видимо, чтобы им не было слишком трудно и одиноко И способность изгонять нечистых духов с ними То есть, все-таки эти чудеса, они для чего-то нужны Это не просто такое внешнее украшение Это способ не убеждения, нет Потому что убеждать он не хочет с помощью одних только чудес А способ явить это Царство Божие Да, вот оно пришло И, значит, все меняется Он им, апостолам, объявил, чтобы не брали в собой дорогу ничего, кроме посоха Ну, посох, то, что нужно для дороги Опираться Ни хлеба, ни сумки, ни медных монет в поясе А только сандалии на ногах и бессменного хитона Ничего себе Вы когда-нибудь собирались в дорогу, вот, чтобы ничего с собой не взять? Ни денег, ни документов, ни одежды Ну, это какая-то крайняя безалаберность, да? Ну, на всякий случай Почему? Он им сказал, войдя в какой-нибудь дом, в нем и оставайтесь, пока не уйдете оттуда Впервые попавшиеся А вдруг там плохо? А может быть, лучше есть? Не обязательно комфортнее, но где лучше принимают Почему? Не воспользоваться возможностью А если в каком месте не примут вас и не станут слушать Уходя оттуда, отряхните пыль со своих подошв, как свидетельство против них Отряхните пыль, то есть, покажите, что вы ничего не уносите оттуда Даже случайно прилипшие пылинки, вы оставляете их там Так почему такая неразборчивость, нерассудительность? Вот как есть, встали, пошли Куда пришли, там оставайтесь, пока не прогонят Прогнали, идите в другое место А вот не надо переживать на эту тему Примут, не примут Вы делаете то, что вы делаете И все, и хватит, и достаточно Вот редко удается так воспринимать свою жизнь Если ты делаешь что-то такое, что действительно нужно сделать То не очень важно, как тебя за это отблагодарят, тебя прогонят, накажут, наградят Не важно, все как-нибудь устроится Они отправились, что делается? Проповедуют покаяние То есть, как Иоанн Креститель начинает с покаяния Изгоняли многих бесов, помазывали оливковое масло многих больных и так их исцеляли Но проповедовать покаяние сначала А это всего лишь инструменты проповеди Об Иисусе услышал царь Ирод Ведь это имя звучало повсюду И решил, что это воскрес из мертвых Иоанн Креститель И потому в нем действуют такие силы Ну, Иоанна Крестителя он уже арестовал и потом казнил Об этом мы читали Впрочем, здесь еще будет отдельно подробно рассказано Еще говорили, что это или я, или кто-то другой из пророков Смотрите, царь Ирод Вот, это его территория Это, конечно, уже не Ирод Великий Это его сын, который правит Ирод Великий, тот, кто Ну, Марк об этом не рассказывает Тот, кто перебил владенцев Ифлиеми Об этом Матфей повествует Но Ирод, это как династия Как Рюриковичи какие-нибудь Или Романовы Их было несколько на престоле И, в общем, в Новом Завете их даже различить трудно А, может быть, и не нужно различать Потому что их позиция примерно одинакова И вот, смотрите, он переживает На его территории возникает какой-то проповедник Который что-то важное говорит И ведь Ирод понимает, что он говорит правду Ян Креститель, которого он уважал Еще говорят или я Почему или я? Но он не умер, как все люди А он вознесся в огненные колесницы И поэтому с древнейших времен было представление Что он вернется неким видимым образом Да, наверное, это уже на огненные колесницы Ну, может, не на огненный, может, каким-то другим способом вернулся И теперь ходит и проповедует Ирод понимает, что, ну, на самом деле это от Бога Вот в этом он не сомневается Но для него это такая проблема Вот пока я всем заведую, все контролирую, да То все хорошо А вдруг появляется кто-то, кого я не контролирую У меня проблема То, что он от Бога Ну, да, наверное, придется это признать Но проблема не исчезает Что с ним делать? Вот то же самое, что будет Что уже было и что еще раз будет У фарисеев, у всех остальных Мы его не контролируем Так и он не хочет контролировать людей С помощью чудес, да Вот Ирод с помощью своей стражи дворцовой Да, фарисей с помощью своего авторитета религиозного А этот с помощью чудес мог бы Нет, выбирайте люди, вы свободны Ну и объяснение про Иоанна Крестителя Ведь именно Ирод велел в свое время схватить Иоанна И держал его в тюрьме из-за Иродиады Что была женой во брата Филиппа А потом он на ней женился сам Вообще-то они все Иродовичи Иродиада, это, собственно, Иродовна, это ее отчество А не совсем имя, хотя так все и звали Они потомки этого самого Ирода Великого Ну и они там все переженились И, значит, он уводит женщину, которая была женой своего сводного брата И она ему самому понравилась Ну понятно, как эти люди живут То есть кровосмесительство в полный рост Иоанн говорил Ироду Не подобай тебе, брат, жену своего брата Вот интересно Очень многие люди на это бы сказали сегодня А зачем вмешиваться в частную жизнь? Почему не оставить его в покое? Он перед Богом за свой грех ответит, да? Но он царь И он это делает демонстративно Это не что-то, что он делает там Запершись в своей дальней комнате во дворце Наедине с собой, да? Или там со своей возлюбленной А то, что он делает, открыто И фактически он говорит народу Мне плевать на Моисеев закон И народ, глядя на это, может сказать Ну, а нам тем более Царь подает пример Но еще была проблема в том, что династия Ирода Она не совсем иудейская Она скорее задумея И поэтому здесь еще есть такой момент Вот люди, которые не очень-то иудеи Демонстративно пренебрегают законом И тем самым ставят его не во что Иоанн Креститель вот поэтому и заявляет об этом громогласно Он не говорит, ты там жестокий правитель Ты там налогов много берешь Ты там, я не знаю, законы плохо соблюдаешь Вот ровно тот момент Когда он демонстративно нарушает Моисеев закон У всех на глазах и говорит, так тоже можно Иродиада ненавидела Ивана и хотела бы его убить Но не могла, ведь Ирод боялся Ивана Зная, что он праведный и святой человек Он его берег и слушал его со смущением Но слушать любил Смотрите Он понимает, что за ним правда И ему эту правду неудобно слушать Но он ее выслушивает Только эта правда ничего не изменяет в его поведении Вот только что у нас выше было, что он отправил апостолов Иисус отправил апостолов проповедовать покаяние Не просто рассказывать людям, как надо жить, что хорошего А менять свою жизнь, да? Вот Ирод не меняет, хотя слушает И чем дело заканчивается? И вот настал подходящий вечер, когда Ирод отмечал свой день рождения на Перу со своими приближенными тысяченачальниками и первыми людьми Галилеи Все знать Тогда вошла дочь его иродиады и своей пляской угодил Ироду вместе с его гостями Цель сказал девочке, проси у меня чего хочешь и получишь Он подтвердил ей торжественную клятву, что даст ей чего бы не попросила вплоть до половины царства Ну понятно такая, ну или молодецкая, там уже все выпили наверняка хорошо И вот перед людьми, да, он это публично говорит Выйдя, она сказала матери, чего попросить? Ты ответила, голову Иоанна Крестителя И она, успешно войдя, сразу же потребовала царя Хочу, чтобы мне принесли сейчас на блюде голову Иоанна Крестителя Смотрите, никаких жутких злодейств вроде бы Вот не какие-то они тут маньяки, преступники, которые вот мечтают Иоанна Крестителя убить А в общем-то милая семейная сцена Человек празднует день рождения Гости пришли Девочка его, приемная дочь, пляшет Да, даже, ну обычно воспринимают этот танец какой-то очень эротический Не обязательно об этом ни слова не сказано Может она что-то очень красивое танцевала Девочка не жадина, она не говорит мне срочно тут бочку варенья, корзину, печенья Она идет к маме, спрашивает, вот что мне попросить, да Что нам в хозяйстве пригодится, какая полезная будет награда за этот танец Вот до сих пор все хорошо И вдруг мама говорит голову Иоанна Крестителя И все эти милые люди, не будучи маньяками, совершают убийство праведника Все, начиная с маленькой девочки Которая не говорит матери, да ты что вообще, у меня язык не повернется А послушно исполняет то, что и старшая сказала мама А эрот исполняет свое обещание Как бы никто не виноват, ответственность размазывается Все стараются быть милыми и хорошими людьми И этим пользуется Эрдиада Да и она потом может сказать, да я же пошутил, ну что вы всерьез восприняли Мы все пьяные были, я что-то ляпнул, а вы всерьез, да Ну вы что, это я тут ни при чем Вот люди не любят совершать злодейство, нет, правда не любят Есть небольшое количество любителей маньяков, но все-таки их мало Но у людей находятся очень легко причины Быть проводниками этого злодейства Когда вроде бы и не они виноваты Царь был очень расстроен, но после клятвы Пред всеми гостями не захотел я отказать Ну конечно, это не по-царски, как это Пацан сказал, пацан сделал И тут же царь послал палача с приказом принести голову Иоанна Палач пошел и обезглавил его в тюрьме Принес его голову на блюде, отдал ее девочке А девочке и передала своей матери И палач не виноват, да Он приказ исполняет, он маленький человек Вот вечная история, когда там в 45-м году Позже подводили итоги нацистских преступлений Люди говорили, а мы просто приказы исполняли Мы тут при чем? Кто, собственно, совершил преступление? Тот, кто отдал приказ, а он, может быть, и не знал всего Тот, кто его передал ниже по инстанции Тот, кто его исполнил Исполняли тоже многие по-разному, да Вот уже эта ситуация заложена здесь Описана Ученики Ивана, услышав о том, пришли и забрали его тело И похоронили его в гробнице Они вот не выясняют, кто виноват А они просто хоронят своего дорогого близкого учителя Вот другой способ солидарности, да Другой способ коллективного принятия решения Не переваливают на кого-то, да Не говорят, кто и что А вот хорошее можно просто пойти и сделать Апостолы вернулись к Иисусу и рассказали ему все, что совершили и чему научили Интересно, что вообще этот эпизод про Иоанна Крестителя Он среди апостолов Вроде бы не имеет прямого к нему отношения Ну, конечно, Ирод услышал и спросил, кто это, да Но это ведь еще и разговор о том, как воспринимается эта проповедь Да Что люди сталкиваются с чем-то, что явно больше их повседневности И что они по этому поводу делают Кто-то, ну, кто-то радуется Дочка у начальника синагоги воскресла Я думаю, что он очень радовался, да Кто-то удивляется, какие чудеса творятся Никогда такого не видели Для кого-то это задача И вот есть такое очень мощное сопротивление Не обязательно злобное, но недоверчивое Люди не хотят менять привычный уклад Ну, как это, как это Ирод откажется от своей любимой женщины По слову Иоанна Крестителя Ни в коем случае он будет его внимательно слушать Вести с ним духовные беседы Но жить будет по-прежнему с этой женщиной Вот его относительно иерархия ценностей Да, он ценит Иоанна Крестителя Но не настолько, чтобы его послушать И даже не настолько, чтобы ему жизнь сохранить Вопреки данному слову В конце концов Ирод мог сказать Нет, этого я не сделаю А тогда, получается, он обещание дал впустую Да, и гости о нем плохо подумают Я лучше праведника убью, чем буду плохо выглядеть В глазах своих начальников Рейтинг мой упадет, думает Ирод Ну, он не такими словами это формулировал, конечно Но думал примерно это Итак, апостолы вернулись к Иисусу Рассказали ему все, что совершили и чему научили Он говорит им Теперь вы отправляетесь сами по себе В уединенное место, чтобы немного передохнуть Ведь люди толпой То к ним приходили, то уходили от них Они и поесть не успевали Смотрите А вот сегодня очень часто обсуждают Проблема эмоциональное выгорание Это могут быть пастыри Это могут быть врачи Особенно в эпоху пандемии Но нельзя все время работать Даже спасать жизнь И человек просто отупевает Он не может Ему и поесть-то некогда Нужно выбирать время для отдыха Побыть самим с собой Наедине с собой, с Богом И они отправились на лодке В пустынное место Сами по себе За ними толпы А они говорят Все, сейчас не время У нас маленький отпуск И это правильно Но люди видели, как они отправлялись Так что многие об этом прознали И пешком изо всех городов Собрались там еще раньше Чем те туда прибыли Но дайте вы им отдохнуть Ну нельзя же так Нет, мы хотим Кто духовности Кто исцелений Кто зрелищ Кто удовольствия Кто чего-то еще Мы хотим Мы рвем на куски К сожалению, очень частая история Когда появляются праведники Его рвут на куски И думают о том Как бы здесь сейчас себе Кусочек урвать А не о том, что жизнь его Тоже конечна И что ему нужно Восстановить свои силы И когда Иисус сошел с лодки Увидел большую толпу И пожалел их Были они как овцы У которых нет пасты Это частая цитата В пророческих книгах Ветхого Завета Ну вот овцы без пасты Разбредутся И волки их съедят Так что он стал их учить И учил многому А он вот не отказывается Да, он На износ, если надо А когда настал поздний час Подошли к нему ученики И сказали Что место там пустынное И час уже поздний Надо их отпустить Чтобы зашлись по окрестным селам И деревням И купили себе поесть Ну слово отпустить Здесь такое вежливое Может быть надо было Перевести Разогнать Я правда не решился Хотя это мой перевод Я имел бы право на это Что люди вот только на него смотрят Ждут Они Смотрите Они отказались вообще От всякого размышления Только что он отправлял апостолов Без хлеба Говорил Не берите с собой ничего А люди вроде бы так И повели себя Да Они вроде правильно все сделали Они ничего с собой не взяли Даже покушать на вечер Да И Иисус О них должен позаботиться И смотрите Ученики Об этом ему напоминают Это ведь явная параллель К тому что не берите с собой Ни хлеба Ни денег Ничего Он отвечал им так Дайте вы им поесть Они говорят ему Что ж нам пойти Купить хлеба на 200 динариев Чтобы их накормить Кстати где взять 200 динариев Это довольно большая сумма Динарий Ну как мы из Евангелия Знаем Это плата наемного работника За один день Сколько у нас сейчас получает Какой-нибудь гастарбайтер Ну вот Умножьте на 200 Такую сумму Из кармана не вынешь Вот так вот Внезапно Да Это собирать надо Большие деньги Он спрашивает их Сколько у вас есть хлебов Ступайте взгляните Они проверили и говорят Пять хлебов и две рыбы Ну дальше конечно Заменитое чудо Про умножение хлебов Но Не только ведь это чудо Интересная ситуация Почему он это делает Не просто потому что Опять таки Фокус всем показать Вот как я умею Да А насущная потребность Люди которые ни о чем не думают Люди которые рвут его И апостолов на куски Чтобы себе Урвать Кусочек чуда Духовности Этой проповеди Вот этого Ну Счастья Быть с Иисусом Да И при этом Они не утратили Естественных потребностей Человеков Питье Еде Отдыхе Да И это ложится тоже На Иисуса И он совершает Это чудо Как бы вынужденно Причем Он Как будто апостол Он намекает Что слушайте Вы сами можете В этом нет Ничего удивительного Он повилял людям Разделиться на группу Для ужина И прилично Зеленую траву Те прилегли Рядами Посту Или 50 человек Интересно еще Что Это не толпа Представляем себе Благотворительную раздачу Чего бы то ни было Сразу налетают все Да Там слабых затаптывают Отталкивают Сильные Хватают себе Полные карманы Нет Все происходит Очень Цивилизованно Да Вот Есть распорядок Определенный А он Взяв пять хлебов И две рыбы Взглянул на небо Благословил И преломил хлебы То есть он ведет себя Так как На какой-нибудь Праздничной трапезе Ведет себя Глава семейства Он стал раздавать К ученикам А те передавали дальше И рыб он разделил Между всеми Все поели досыто Остатки хлебов Собрали И наполнили Ими 12 корзин Да еще что-то От рыб А было там едоков Пять тысяч Одних мужчин Ну Вот удивительный Рассказ Не только потому Что это чудо Но как это описано Мог Наверное Марк Описать это так А вот он Помолился И хлебов Стало не пять А там Пятьсот Да Вообще Что-то пять тысяч Накормить Их должно стать Наверное Тут же где-то Парочка тысяч Да Все-таки эти хлебы Ну представим себе Какие-то большие лепешки Ну для одного человека Может и многовато Но там Двое-трое Наверное Будут В самый раз Для одной такой лепешки Нет Он говорит Он раздавал Не глядя Не считая Не думая И апостолы В этом участвовали Ха Наверное Если бы я там был Я бы наверное Себе куда-нибудь Засунул кусочек Потому что А вдруг мне не достанется Я себе первому возьму А они просто раздают И раздают И раздают Оказывается Всем хватило Вот это очень интересная вещь То есть Хватает не там Где экономят А хватает там Где раздают И еще с избытком И сразу же призвал учеников Сесть на лодку И отправиться на другой берег К Вевсаиде Пока сам он прощается С народом Все-таки учеников Он немножко бережет Да У них маленький отпуск Намечался Вместо этого Героические подвиги По накормлению Тысяч людей И он с ними остается Чтобы еще как-то Проститься Поговорить А ученики Пусть Хотя бы Вот в этом Они отдохнут Расставшись с ними Он отправился На гору помолиться Тоже Важный момент Что для него Было Невероятно важно Иногда молиться Одному Что вот Среди этого общения С толпами народа Он выбирал время Для общения с отцом И только с отцом Нельзя быть все время На экране Нельзя быть все время В толпе Ты себя Растеряешь В этой толпе Когда настала ночь Лодка была посреди моря А он один на суше А когда он увидел Что они выгребают С большим трудом Потому что ветер Дул им навстречу В четвертую стражу ночи Пошел к ним пешком по морю И собрался было пройти мимо Странное дело Он пошел им помочь А почему тогда Собрался пройти мимо Или он просто гулял по морю Потому что ему так захотелось А причем здесь тогда то Что они с трудом Гребут против ветра Мне кажется Что он пришел им помочь Но не для того Чтобы Прийти самому Сесть за весла Показать им Вот как надо грести Или там дунуть Чтобы лодка прямо Аж перелетела через море Да вот чудесным образом Помочь А просто сказать А это все вторично Вот смотрите Хлеба нет Так будет Вот смотрите Вы не можете выгрести К берегу Так я вообще Пешком по морю иду То есть Что можно жить По законам чуда Вот захотите этого А они увидев Как он идет по морю Приняли его за призрака И закричали Ведь все они его видели И испугались Когда он заговорил с ними И сказал так Смелей Это я Не бойтесь Он сел к ним в лодку И ветер стих Уже был у нас эпизод С утихомириванием Бурного моря А здесь он даже Ничего не говорит А просто садится Там где он Там опасности нет А ученики пришли В полное изумление Ведь они так и не поняли Что случилось С хлебами И сердце Их оставались Окаменевшими Легко тебе Марк Говорить Вот Обычные люди Живут обычной жизнью Рыбаки вообще Это не богословы Не какие-то Особо отобранные люди Отобранные конечно Но точно не по Экзамену Там на Какую-то Сообразительность Или там Благочестивость Или что-то еще И с ними происходят Удивительные вещи Они не обычные люди Они вот Хлеба нет Они беспокоятся Что хлеба нет Буря на море Они беспокоятся Что буря на море И вдруг оказывается Это все не важно Как с этим жить Вот приоритеты рушатся Между прочим Фарисеи Ирод и прочие враги Они ровно по этой причине Иисуса-то не любят Потому что рушатся Все их приоритеты Все выстроенные Ими схемы И они перестают Контролировать ситуацию А ученики Они не контролируют ее Но все равно Им принять это трудно Сердца их Оставались окаменевшие Переправившись На другую сторону Они причали В окрестностях Генессарета Ну это все Города вокруг Галилейского моря Городки такие Крохотные Стоило им выйти Из лодки Как Понятное дело Иисуса сразу узнали Слух о нем Облетел всю округу И стали приносить Кого? Больных на постелях Всюду Куда он только Как они слышали Приходил Конечно Когда люди болеют Чего не сделают Чтобы вылечить Своих родных Все остальное Вторично Куда бы он ни приходил В деревни Города и села На площадях Клали пред ним немощных И просили его дать Хотя бы прикоснуться К краю его одежды И кто к нему прикасался Получал исцеление А многие ли из этих людей Во что-то поверили Кроме того Что вот не было здоровья А теперь есть Здорово Вот похоже Немногие Ну что ж Впереди еще больше Конфронтации С фарисеями Книжниками И прочими Книжниками Книжниками Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...